В 30 миллионов рублей обойдется благоустройство части детского парка на улице Сосина. Деньги город получит в рамках программы формирования комфортной городской среды. Реконструкцию должны начать через несколько недель. Это первая очередь благоустройства парка. К осени там появится много новых зон. Спортивных площадок, площадки для выгула собак, создание дорожно-тропиночной сети, которая будет максимально сохранять существующую структуру и включать трек для скандинавской ходьбы, создание многоуровневого освещения. Остальную часть парка отремонтируют тоже в этом году, но уже на грантовые деньги, которые город выиграл в конкурсе федеральных проектов формирования комфортной городской среды. В итоге благоустройство всего парка обойдется в 110 миллионов рублей. На втором этапе отремонтируют входные группы, поставят детские игровые комплексы, восстановят скульптуры. Также на все территории будет действовать система видеонаблюдения и оповещения. Дорожно-тропиночная сеть и освещение будет в едином стиле. Светильники у нас очень красивые, предусмотренные, экологичные, выполненные под дерево. Это будет верхнее освещение, предусматриваются опоры высотой 4-6 метров, а также освещение в покрытии практически, которое будет просто выполнять декоративную функцию. На публичных слушаниях горожане уже высказывали свое мнение о том, каким они хотят видеть парк. Сотрудники Департамента архитектуры и градостроительства постарались учесть все предложения при подготовке окончательной документации. В проекте есть зоны для горожан всех возрастов и интересов. Пожилых саровчан волновало, что ради площадок придется вырубить деревья. Нам хочется, чтобы эту территорию оставили для парка. Парк вообще придумал для отдыха такого постепенного, прогулочного, а не такого, чтобы здесь крутилось, свертелось, это не стадион. Самое главное в парке, не та красота, о которой вы говорите, сохраните каждое дерево, которое тут растет. Поставьте под него лавочку, песочницу, а остальное все сформируется само собой. А вот городить вот эту вот красоту, это лишнее, это положить деньги, потом все это, как у нас в городе вандализм развит, все это туда уйдет, понятно. Жители интересовали покрытие дорожек, безопасность игровых комплексов, доступность парка для маломобильных групп населения. Звучали предложения о строительстве площадки с тренажерами для реабилитации, оформлении входных групп. Особое внимание горожане уделили игровому комплексу «Змейка». Высота какая-то у нее. Там резиновый покрытый внизу. Там внизу будет гравий, мелкая фракция, под самой этой лестницей, под самой этой змейкой, все эти качельки, какие-то сетки. Она ничему, ни на что не открывает вид. Это безумная, глупая идея. Не знаю, кто это придумал. Это не для нашего места, не для нашего города. Вот это вот глупая змейка, извините. Благоустройство первой очереди должны завершить к 1 октября. Конкурс на выбор подрядчик уже объявили, и на следующей неделе будут известны его итоги. Остальную территорию начнут реконструировать чуть позже. Полностью обновленный парк горожане увидят к концу осени. Елена Грецкова, Евгений Шевцов, Александр Мальков. Служба новостей. Саров, 24.